Самое время, это сейчас, время проводить больше с Кураном. Пожалуйста, Куран. Кто на арабском не может читать, на перевод читайте. Великий даже ученый, представляете, имам Малик, Малик бин Анис, это имам дар-уль-хиджр, мадхаб, целый мадхаб, имам медин, мединский имам, ученый в области хадиса, когда месяц Рамадан наступал, хадисы оставлял. И у него задавали вопросы, он всегда хадисом отвечал. В Рамадане он хадис оставлял только Куран. Имам Бухари каждую ночь, каждый день в Рамадане хадис делал, весь Куран прочитывал. Имам Малик каждые три дня Куран прочитывал. Поэтому, даже если на арабском не знаете, не умеете кто-то читать, перевод читайте, замышляйте. То есть это тот месяц, благодатный месяц Курана. И ничего, наоборот, больше читайте Курана. И, аль-хамдул-ля, то, что очень радует, то, что если даже посмотреть раньше, вот, машала, сколько, вот, сейчас у нас молодые, практикующие религию, аль-хамдул-ля, намаз читает, уроза тотала, это же великая радость, аль-хамдул-ля. Я помню раньше, когда там только вот, мадрася поехал, в Альмейте скучился, меня было 14 лет, мои сверстники там, как бы, они, ну, мало кто, деньги обороны, некоторые даже паршутили, паршутили, эй, мула будешь, что ли, мула будешь, так, знаете, это как-то было, это так, а кем ты будешь, поедешь там, религию, зачат, а кем ты приедешь, кем ты будешь, там, бизнесменов не будешь, не, как вы так, поэтому это что, а сейчас, аль-хамдул-ля, мы понимаем, что, как бы, самое главное, у тебя должна быть опора, религия, вера в Аллаха сильная, намаз, ты, может быть, и бизнесменом, может быть, аль-хамдул-ля, там, и врачом, хирургом, архитектором, строителем и так далее, имамом, без разницы, главное дело, чтобы ты был с Аллахом всегда, сухханал-ма-та-а-ля, вот тогда ты на прямом пути будешь, тогда ты никогда не собьешься с прямого пути, и всегда, аль-хамдул-ля, будет тебя поддерживать, поэтому, аль-хамдул-ля, сейчас вот мы понимаем, это очень мы радуемся, когда видим, и каждый день мы в мечети видим в Аллахе, молодые, много-много-много-много приходят на намаз, ислам много приходит людей принимать, у нас вот на Поклоне горе, по 5-6 человек в день, ислам принимаешь, если раньше, я помню, ислам принимали, чтобы выйти замуж за мусульманин, или, наверное, мусульманки жилиться, а ради этого принимали, сейчас профессора приходят, там, даже не буду раскрывать, там, это некоторых посольствах, послы приходят ислам принимать, представляете, попы, ислам приходят принимать, в Аллахе, вилляхе, в Аллахе, они приходили попы, ислам принимать, говорят, ничего мне объясняйте, я закончил семинари, 5 лет церкви проработал, я все знаю, то есть, почитали Кур'ан, знаете, почему? В основном, что подталкивает на принятие ислама, и подталкивает к религии Аллаха, и к соблюдению религии, чтение Кур'ана, вот он говорит, что говорит, вот когда я начал Кур'ан, прочитал, все вопросы закрылись, поэтому побольше читайте Кур'ан, размышляйте над Кур'аном, и, аль-хамдулли, каждый из вас должен быть, аль-хамдулли, предводителем, лидером, и, чтение Кур'ана, вот Аллах в Кур'ане нам задает такой вопрос, куда вы идете? То есть, каждый сам себя должен спрятать, куда я иду по жизни, в каком направлении я двигаюсь, правильно или нет? Поэтому в Кур'ане есть две группы людей, или, так скажем, две категории людей. Одна категория людей, они лидеры, и призывают вместе с собой, люди вместе с собой ведут куда? В рай. Аллах, субхану а та аля, сказал, «Джа'ль на миру, а иммата яхду на би-амрина». То есть, есть люди, имамы, то есть, имамы не значит, муллах, имам, впереди стоящий человек, и на него равняются люди, и он вместе с собой, народ ведет к Аллаху, к довольствию Всевышнему. А есть также, яд-у-ля-ил-ля-нар, есть впереди стоящие люди, как вот, так скажем, в обликах людей, но шайтан-нар, ведут людей в ад, в огонь. Поэтому дай Аллах, чтобы каждый из нас был предводителем и лидером, чтобы таким человеком, на кого хотел бы равняться, и вел за собой в рай. Удовольствие Аллаха, субхану а та аля. Дай Аллах, чтобы так оно было, ищу Аллаху. Дай Аллаху. Дай Аллаху.